Здравствуйте, уважаемые зрители! В продолжении темы легального использования программного обеспечения корпорации Microsoft я хотел бы снять ролик, в котором хочу рассказать, как можно за относительно небольшие деньги по соотношению цена-качество получить бесплатную, лицензионную Windows 10 на БУ-ноутбуках, привезенных из-за рубежа. Если сказать просто, покупаем ноутбук с предустановленной операционной системой, чаще всего это идет в Windows 7, и используя утилиту от компании Microsoft Media Creator Tool, обновляемся до Windows 10. Ну, а сейчас немножечко поподробнее. Передо мной стелла задача купить для близкого человека ноутбук, который бы имел более-менее нормальную производительность, и чтобы на машинке была установлена обязательно лицензионная десятка, поскольку это касалось вопросов совести. Посмотрев предложение по новым ноутбукам, я понял, что ничего толкового за такие деньги приобрести нельзя. Поэтому было принято решение обратить взгляд на лизинговую технику. Я через знакомого, который имеет связи с поставщиками, ребята приводят из-за рубежа компьютерную технику бывшего использования, попросил помочь мне в этом вопросе. И он помог в скорости мне найти такую машинку. Это был Acer 5749. Ноутбук 2011 года. Ну, даже по сегодняшним дням относительно производительный. Двухъядерный процессор iCore 3 2.3 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти на борту. Если вы посмотрите на фотографии переднего вида ноутбука, то увидите, что там есть рядом с наклейкой процессора и еще наклейкой Windows 7. Да. Этот ноутбук и шел с операционной системой, которая установлена была по лицензии OEM. Original Equimient Manufacturer. То есть, которая в переводе на русский язык означает активация производителя оригинального оборудования. Ну, как-то так перевел гугл-переводчик. Или, грубо говоря, это операционная система. Ключик был вшит в BIOS. И, как бы, он и шел уже с этой системой. Также сзади ноутбука была наклеечка с этим 25-значным ключиком. И если бы на ноутбуке, как положено, стояла родная семерка, мне бы не осталось ничего другого, как просто взять и воспользоваться утилитой от Windows, о которой я говорил немножко ранее. Но, ребята-поставщики поставили туда десятку. Ну, и чтобы соблюсти все правила, как чтобы было сделано, как положено, да и к тому же хотелось поменять все-таки жесткий диск, который уже задержанный был на новенький SSD, было принято решение заново установить Windows 7. На этой машинке была версия Windows 7 Home Premium. Был скачен оригинальный образ этой операционной системы. И поскольку в BIOS был установлен ключ, то систему начали устанавливать на другой машинке, а когда в процессе установки компьютер пошел на перезагрузку, выключили и ставили SSD в данный ноутбук. И система продолжила устанавливаться уже на этой машинке. Был в виде он ключик, который указывался сзади на наклеечке, который соответствовал именно этому ноутбуку. Система его благополучно приняла, активировалась, и получилась, как и положено, лицензионная семерка. Была установлена 64-битная версия. Ну а дальше уже была скачена утилита Media Creator Tool, которая до сих пор, кстати, можно скачать, вы об этом можете прочитать на сайте Microsoft. В основном я использую для того, чтобы устанавливать Windows 10. Я таким образом использовал эту утилиту. Когда мне в школу, где я работаю айтишником, приходили новые ноутбуки, то я создавал флешку для установки операционной системы. Но на этот раз я эту утилиту использовал, чтобы обновить семерку до десятка. На это ушло приблизительно часть времени. Как это делать, я не буду. В принципе, там просто нажать несколько кнопочек, и оно устанавливается. На YouTube есть достаточно роликов на эту тему. Просто вводите Media Creator Tool, Windows 7. И даже есть русскоязычные ролики, где рассказывается, как обновить семерку до десятка. И у меня получилось в результате Windows 10 от дома. Где уже лицензионная, где есть ключ активации. То есть без каких-либо ошибок, без каких-либо жалоб со стороны компании Microsoft. Этой лицензионной интеллитой, которую выпускает эта корпорация, все было сделано. И все это обошлось, получается, учитывая наклейки с русскими буквами на клавиатуру, 6200 гривен. И имеется хорошая рабочая машинка с лицензионной Windows 10. Да еще и товарищ дал на него гарантию три месяца погонять. И я думаю, он прослужит и больше, учитывая его внешний вид, ну и как он сам себя вел при работе. Поэтому, если у вас не сильно много денег, а нужна машинка, которая бы имела на борту лицензионную операционную систему, то можно воспользоваться таким способом. Но я знаю, что мне могут смотреть ребята, которые, образно говоря, находятся в этой теме, и могут как бы утверждать, что якобы это неправильно, потому что поддержка перехода была как бы запрещена уже Microsoft. и более пяти лет, как бы. И тут я как раз хотел немножко на это заострить внимание. Да. Был такой период, когда корпорация Microsoft позволяла обладателям лицензионной семерки, восьмерки перейти на Windows 10. Для этого использовала специальную утилиту Refresh Windows 2. Но в июле 2016 года эта благотворительная акция благополучно закончилась, и этой утилиткой Refresh Windows 2 нельзя было воспользоваться. Но я, как уже говорил немножко ранее, что Media Creator Tool доступен до сих пор. И вот эта возможность обновиться с помощью этой системы тоже доступна. Я не знаю, по каким причинам корпорация Microsoft оставила эту функцию обновлению устройства, потому что это явная брешь. Да. Но, тем не менее, я думаю, специалисты Microsoft прекрасно понимают, что эта функция работает, и что другие люди могут ней воспользоваться. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. У меня есть и другие ролики по IT-тематике. Спасибо, что вы досмотрели до этого момента. Не забудьте подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Ну и не забудьте возвращаться, потому что мало зрителей что-то возвращается, а создание ролика все-таки отнимает время, силы, эмоции. Спасибо большое за просмотр. Ну и до новых встреч на YouTube. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok